Слава Украине! Привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика потери российско-фашистских войск в Украине. Сегодня 29 августа 2024 года. Ну, все как всегда. Киев за три дня, мы же помним, да? Где у нас самые тяжелые бои на сегодняшний день? Это Покровское направление. Курск отходит как бы на второй план, потому что, кстати, по Курску, там на сегодняшний день уже начинает вырисовываться линия фронта. Надо, кстати, будет это дело описать, сделать отдельный ролик. И за исключением двух моментов, наверное, уже такие позиции более-менее стационарные. Еще как бы не такая линия фронта, как вот там в Донецкой, Луганской областях, да, полномасштабная в стиле Первой мировой. А вот, ну, это уже начинает зарождаться, скажем так. Что же касается Донецкой области, прежде всего Покровск. Ситуация также тяжелая. В Часовьяре. То есть, ну, вот видите, у рашистов нет сил распорошивать их, да, и идти в атаку и там, и там, и там, и там. Вот Покровское не уперлись, они туда максимальное количество живой силы и техники брякнули. Прут беспрерывно, то есть 24-7. Имеют определенные успехи. Ну, что? Ну, наше командование все видит, ну, работают по ним. Дайте поработать. Понимаете, я вот по рашистам, я всегда говорю следующую вещь. Смотрите, у них, а это не китайцы, у них очень ограниченная живая сила. И вот то, что они сейчас прут, просто не задумываясь над тем, что будет завтра, и что завтра у них не останется тупо вот этих вот чмобиков, которые они сегодня летят на убой там со скоростью ракеты. Но они, понятно, Путину нужен результат. Тут другое, ему количество этих чмобиков абсолютно до лампочки, это все ясно. Но для того, чтобы поддерживать вот это давление, которое ты беспрерывно создаешь, ты же его создаешь только за счет жизни твоих же солдат. Огромного количества, да? Каждый день больше тысячи. Ну, и, собственно говоря, насколько тебя хватит. Ну, вот посмотрим. Намеренно не говорю ни названия населенных пунктов, ни каких-то локаций. Почему? Потому что только начинаешь трендеть, нашим на голову что-то может прилететь. Скажу одно, идут тяжелые бои. Все. За вчерашний день было у Кондропуплина отправлено курсом русского военного корабля прямо на палубу крейсера Москва, который теперь больше похож на Ростов на дне, 1200 путинских оккупантов. И общее количество боевиков, которых Путин прислал в Украину, но убивать людей, женщин, детей. Но что-то у них, как говорится, не сослось при этом деле, да? Пошло у них что-то не так. Составляет 612 390 голов. Вот так. Сумасшедшие цифры, но Путину, я еще раз говорю, наплевать на собственных солдатах. Три танка вчера было отправлено в утиль сырье всего 8571. Танки сейчас у них, видите, они их ценят. Чмобиков не жалко, а танки жалко, да. Танки делают, обшивают ангарами, как и БМП. Да, выглядит это немножко по-уродски, но все равно горит. 18 бронемашин за вчерашний день, что только опять подсказывает нам о том, что штурмы мясные. Тупо мясо, мясо, мясо. 16699 с начала российско-фашистского вторжения. И 27 артиллерийских систем. Выбиваем пушки расистам. Большая часть артиллерии у них, хоть и действенная, но уже довольно-таки старая. То есть 60 лет пушки, 50, 70, если постарше. Да, 17 549 всего. Также было уничтожено одно средство ПВО. Какое точно я вам не скажу, 939 в общей сложности, да. Самолеты, вертолеты, позавчерашние цифры 368 на 328. Беспилотников. Вчера было сбито 21 штука, но не сравнить с сегодняшним днем. Тут ночью они там, по-моему, 74 беспилотника закинули. Там, по-моему, около 60 что-то сбили. Но это уже цифры пойдут завтра. 21 вчера был, 14 369 с начала войны. И было сбито 3 крылатые ракеты. Сегодня, по-моему, тоже самое. Такой же результат. 2 556 всего. По автотехнике. Ну, тут продолжается, как говорится, автомобильный геноцид у расистов. Ну, чем они доставляют? Это либо грузовики, либо буханки. Все это выбивается ФПВ-дронами. Они наезжают на мины, по ним работают артами, наметы. Все, что только можно. Все, что только достает, все, то и работает. 52 за вчера, 23 706 с начала войны. Полномасштабной. Потому что война началась 10 лет назад. Дальше. 15 единиц спецтехники. Ну, вот по одной из них могу сказать, я уже сегодня об этом ролике записывал. Это была станция зоопарк 1М. Хорошая штука. Это станция, скажем так. Это контрбатарейная станция. Стоимостью порядка 15 миллионов долларов. Которая в состоянии следить на большое расстояние за нашими пушками, минометами. Установками крылатых ракет типа Точка-У и так далее. То есть, обнаруживают их на расстоянии от 13 до 45 километров. Ну, скажем так. Это вещь очень вредная для того, чтобы они ее использовали против нас. Поэтому ее отминусование, это большое дело. Отминусовал Хаймер. Прямое попадание. Она сгорела. Вот такие РЛСы, они являются, РЛС это радиолокационная станция, они являются первостепенными по важности предметами. Несмотря на то, что оно само по себе не стреляет. Но, поймите правильно, эта штука, вот в данном случае зоопарк, она дает целеуказание для своей артиллерии с тем, чтобы они по местам, откуда вылетают снаряды с нашей стороны, открывали огонь. Соответственно, вот отминусовали и жить там становится легче и веселее.